Читаешь книгу и никого не трогаешь, но тут врывается она. Твоя подруга. Ох, что сейчас будет. О, подруга, хватит спать? Смотри, какой интересный канал я нашла. Здесь столько интересных роликов, такого ты еще не видела. Вуху, подписывайся и ты. Ссылку на канал ты найдешь в описании под видео. О, подруга, хватит спать. А вместо нижней красим высунутый язык. Готово. Купилась подружка? Вот такая хитрость, попробуй и ты. Получается смешно и выглядит почти реально. Можно запостить новые селфи. Но на самом деле натуральные губы гораздо лучше. Подружка совсем заскучала, не хочет веселиться и даже телефон ее не радует. Но лучшая подруга на то, ведь и лучшая подруга, чтобы поднять настроение. Вытягиваем одну руку из рукава и прячем ее под свитшот. Сгибаем на животе, а другой рукой хватаемся за пустой рукав. Теперь дергаем за рукав и одновременно поднимаем спрятанную руку. Раз, два, раз, два. Потренируйся немного и вперед. Посмотри-ка. Что это? Чужой? Магия? Да нет же, просто немного хорошего настроения. Вот ты и улыбнулась. А теперь берем термомозаику. По центру планшета выкладываем узор лапку. Контрастный контур и яркие подушечки. Проглаживаем заготовку утюгом, пока детальки не склеятся. Снимаем поделку с планшета. Делаем еще одну лапку для подружки. К плоской стороне термоклеем, приклеиваем булавочку. Надеваем брошку и идем хвастаться к подружке. Нравится? Хочешь и себе такую же лапку? Ну тогда держи, это тебе от чистого сердца. Теперь эти лапки будут нашим особым подружеским символом. Взгляни, какие у меня новые часы. Не нравятся? Простовато выглядят. Нужно исправлять ситуацию. Ставим подружку напротив себя. Просим выпрямиться и поставить ноги на ширину плеч. Фотографируем ее в полный рост. Берем часы, отвертку. Раскручиваем болтики и разбираем их. Аккуратно снимаем стрелки. Теперь берем распечатанную фотографию. Вырезаем подружку. Отделяем ноги от туловища. Разделяем их. Дураколом проделываем верхние части фото отверстия вот так. Ноги приклеиваем к стрелочкам. Собираем часы обратно и добавляем части фото. Туловище, ножки и стрелки. Ох уж эта подружка, куда же она подевала часы? Не беспокойся, вот они. Немного усовершенствованные, правда. И кто это на циферблате выполняет гимнастические трюки, узнаешь? Теперь это самые крутые часы на свете. Подружка опять недовольна своей прической и в панике мечется по комнате. Кажется, пора вмешаться. Завязываем ей пару гулик по бокам. Берем синцепон и невидимками прикалываем его вокруг гулик так, чтобы получились пушистые облака. Неужели это все? Ну, конечно, нет. Теперь берем разноцветные шиниловые палочки. И вставляем их дугой. Один конец в одну гульку, другой в другую. Чередуем цвета, как в радуге. Красный, оранжевый, желтый. Готовы. Ну, как тебе прическа? Круто! Радуга так подняла настроение, что теперь и битву подушками можно устроить. А теперь берем мобильный телефон в чехле. Твое фото с подружкой и тонкий пластик. Вырезаем из пластика кармашек по размеру фото. В нижней части делаем небольшой вырез. Приклеиваем кармашек к чехлу по бокам. Вставляем в него фото. Контурными красками делаем узорную рамку. Теперь подружка всегда будет рядышком. А самое важное то, что фотографии можно менять, когда захочется. Подружка занялась спортом, растягивается. Нужно показать ей, какой должна быть идеальная растяжка. Пока она не видит, делаем выпад и опускаемся на колено. Поджимаем ногу, а на коленку надеваем туфлю. Прикрываем поджатую ногу юбкой. Зовем подружку. Смотри-ка, я и без тренировок на шпагат сесть могу. А тебе слабо? Подруга в недоумении, когда ты успела так научиться? Упс, но шалость все равно удалась. Подруга усталая вернулась с пробежки, а мне, чтобы бегать и выходить из дома, не нужно. Берем жидкое мыло и капаем несколько капель на кафель возле столика. Руками крепко хватаемся за мебель и становимся на скользкую поверхность. Раскатываем мыло. Вот так тренировка. Можно и бегать, и растягиваться. Вот это ты хитрюга! Сделала спортзал на дому. Очень удобно. Только будь осторожна и не поскользнись. Отношения с лучшей подружкой портятся медленно, но верно. Найти общий язык становится все тяжелее. И вот случилось самое страшное. У нее появилась другая подружка. Пора спасать отношения. Берем коробку. Приклеиваем к ней стикер и делаем на ней подпись воспоминания. Складываем в нее все мелочи, которые были для вас так важны. Билеты в кино, записки, косметика, блокнотики, дневники. Подсовываем коробку подружки. Пора ей вспомнить, кто вы на самом деле друг к другу. О боже, и как такое можно было забыть. Прости, подружка, больше никаких ссор и недопониманий. Подруга решила поиграть с теннисными мячиками. Но кто же так играет? Ведь это так банально. Берем пластиковое кашпо и обруч для волос. Термоклеем приклеиваем кашпо к верхушке обруча. Надеваем аксессуар на голову и теперь пытаемся попасть шариком в кашпо. Оп, я попала, ура! Не забывайте меняться, веселье вам гарантировано. Какая досада, нутелла закончилась. Немножко пасты еще осталось на стенках, но ее никак не достать. Хорошо, что рядом есть подруга, которая знает, как спасти ситуацию. Берем баночку, наливаем в нее молоко, закрываем крышкой, перемешиваем все хорошенько. Крышку открываем, а банку ставим в микроволновку на 40 секунд. Достаем нутеллу, ммм, как пахнет. Добавляем в баночку немного взбитых сливок. Украшаем коктейль разноцветной посыпкой, вставляем трубочки. Ну как, вкуснотища! Лучше любого горячего шоколада. Привет, подружка! Чем занимаешься? Хочешь, сделаю веселый фотоколлаж с тобой? И тобой. Думаешь, это невозможно? Берем телефон и включаем режим панорамной съемки. Подружка садится на один край дивана. Начинаем делать панораму. Доходим до центра дивана и останавливаемся. В этот момент подружка перебегает на другой конец дивана и принимает какую-то забавную позу. Продолжаем делать панораму. Ведем камеру ровно, иначе фото не получится. Ну вот, готово. Только посмотри, вот и ты общаешься с интересным человеком самой собой. И это без грамма фотошопа. Понравились наши лайфхаки для подруг? А как вы проводите время? Напиши ответ в комментарии, подписывайся на канал, ставь лайк, звони в колокольчик и рассказывай о нас своим друзьям и подружкам.